Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали, председатель правления Рижского центрального рынка Арт из Други Невс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, может быть, несколько слов об актуальных событиях на рынке, но из того, что, я думаю, что все обратили внимание на демонтаж вот этой части промышленной территории, промышленной части этих киосков. Что дальше, да, вот как дальше это всё будет происходить? Ну да, я думаю, что про это уже много писали, много показывали, много говорили, так что, наверное, в некотором роде придётся повторяться, но если это интересно, то, конечно, об этом надо говорить. В данный момент мы действуем в рамках закона и в рамках нормативных актов, то есть на данный момент мы снесли первую часть этих модульных зданий и сейчас в процессе согласования технических документаций по сносу второй части, которая мы предполагаем, что, наверное, примерно займёт, часть технической документации займёт примерно месяц, то есть февраль, очевидно, пройдёт в согласовании документации с Рига, с Булвалда, и тогда, я думаю, что в конце февраля, в начале марта будет снесена вторая часть этих модульных зданий, и площадь как бы приобретёт вот этот, ну, уже другой вид. Что дальше там планируется? Тут вопрос немножко, наверное, более сложный. По теории ничего не меняется, как в своё время высказался мэр города, господин Буров, там планируется публичный сквер, то есть это уже не будет место для торговли, будет публичный сквер, где, очевидно, по каким-то большим праздникам или городским, или просто праздникам центрального рынка будет предоставляться место для ярмарок, для каких-то вот мероприятий публичных, но повседневно это будет сквер. Должен, наверное, добавить, что, учитывая большой проект Rail Baltic, вполне возможно, что какое-то время какую-то часть из этой территории займёт технические вагоны и технические, скажем, места для каких-то технических нужд строителей Rail Baltic, а поскольку мы знаем, что мы впрямую прилегаем к территории, которая именно будет непосредственно затрагиваться в этом проекте Rail Baltic, то я думаю, что эта территория какое-то время будет, наверное, заниматься строительная Rail Baltic. Вот я так понимаю, что те торговцы, которые работали в этих киосках в промзоне, если они хотели вот на основной территории центрального рынка продолжать, такая возможность им была предоставлена, так я понимаю? Абсолютно, абсолютная правда, да. Всем тем, которые изъявили желание. Конечно, тут уместно добавить, наверное, то, что логично, каждый из них хотел стать в первом ряду, но первый ряд только один, то есть, ну, как бы, надо смириться с тем, как есть, то есть не все попали, наверное, в те места, которые они пожелали, но, в принципе, все те, которые к нам обращались и обращались в том числе, по нашей информации, к хозяинам, собственникам спикеров, тут, наверное, уместно добавить, что вопреки тому, что основная часть народа думает, что весь центральный рынок – это одно целое, это не так, очень много спикеров, которые являются частной собственностью, так что мы знаем, что торговцы с Google Locums обращались и к собственникам спикеров, и к нам обращались все те, которые обращались, мы для всех подыскивали и подыскиваем места, чтобы они могли продолжать свою торговлю. Если мы говорим вообще вот о реческом центральном рынке, какая вообще динамика? Я так понимаю, что все-таки особенно выходные и очень много туристов, то есть, в принципе, растет число вот посетителей центрального рынка? В общей сложности растет, растет, наверное, будем честны, за счет туристов. Мы знаем, что у нас есть посезонное посещение, то есть, мы все понимаем, что после Нового года некоторое затишье. Январь всегда спадает. Январь и начало февраля всегда немножко есть спад, это мы знаем. Потом весной опять идет оживление, потому что начинается рассада и интерес к рынку опять возрастает. Ну и летом, конечно, когда мы знаем, что в Ригу очень интенсивно прибывают паромы Таллинка, это практически... То есть, это взаимосвязано, да? Абсолютно, это взаимосвязано, потому что все те скандинавские туристы, которые приезжают в Ригу, они практически, как мы знаем, обязательным порядком посещают и нас. То есть, действительно, там в рабочие дни, наверное, немножко меньше посещаемость, на выходные эта посещаемость опять увеличивается. Ну и, конечно, посезонно она тоже идет немножко волнами. Но если брать глобально, то, наверное, можно смело сказать, что за счет, хотя бы за счет туристов, посещаемость на центральном рынке увеличивается, конечно. Что касается ремонтов павильона, ввода в строй новых, что сейчас, что здесь? Ну, мы все знаем, что сейчас не самая легкая пора в городе, именно и по принятию бюджета, поэтому мы немножко тоже приостановились, учитывая, что у нас есть определенные планы. Но, вы знаете, как бывает, когда ты планируешь, но есть обстоятельства, которые заставляют эти планы немножко менять. Сейчас, как мы знаем, по уходу торговцев с Гоголя Лаукомс, мы сейчас решили, что мы немножко изменим свои планы, чтобы создать тем более, более удобные условия торговли и более компактно это сделать, чтобы это более приемлемо и было для всех гостей Риги и для самих рижан. Мы сейчас думаем, что мы их всех постараемся поместить в нынешний, как мы его пока еще так и называем, наверное, будем переименовывать, но пока он называется еще молочным павильоном, мы сейчас делаем все подготовительные работы, чтобы туда поселить всех торговцев, в том числе и с территорией, которую мы называем Гоголь Лаукомс. Это вопрос, наверное, часто вам задают не только журналисты. Насколько сами производители продукции, есть у них возможность торговать на рынке? У них есть возможность, у нас есть определенная льготная программа, у нас довольно сложная ценовая политика, но в любом случае там, это можно зайти на наш сайт, ознакомиться с этой нашей ценовой политикой по возможности торговать у нас, по возможности снимать какие-то, ну скажем, площади, но у нас есть определенные льготы для тех, которые торгуют сами, своей выращенной продукции, ну тут, наверное, уместно было заметить, что, конечно, таких торговцев по сравнению процентуально довольно мало. Там есть, наверное, определенный ряд каких-то процессов, которые ни в коем случае не зависят от Ригес-центра, Алтыргус. Это, во-первых, чтобы позволить такую роскошь, как торговать самому, надо иметь, ну, как мы говорим, или большую семью, или уже очень большое такое свое производство, потому что, ну, человек, который… Во всем домашнее хозяйство, да. Ну, домашнее хозяйство это тяжело сделать, потому что ты должен быть на поле, или ты должен быть уже непосредственно на своем производстве, а в этом случае ты должен, как бы, наверное, платить какому-то своему продавцу, который будет твою продукцию продавать, или, ну, как я говорил, это может быть в том случае, если действительно большая семья, тогда какая-то часть семьи торгует, какая-то производит. Но в основном, как мы и сами понимаем, довольно много наших производителей, они просто приезжают и сдают свою продукцию продавцам. Ну, это такой нормальный процесс, когда каждый занимается по большому счету своим делом. Ну, да, потому что фактически целый день ты должен уже там простоять, да, это же не все могут себе позволить. Ну, конечно, ну, это действительно тяжело, потому что, особенно в сезоне, ты должен быть на поле, в огороде, тяжело простоять самому и торговать этой продукцией, когда ты должен сам этим заниматься. То есть, лучше, наверное, разделять это все. Если мы говорим о такой вот концепции взгляда на рынок, вот на будущее, на его развитие, понятно, что не все планы удается реализовать, но вот как вы видите, что это? Такое это больше, такой, не знаю, туристический, развлекательный объект или это все-таки вот традиционный рынок? Вы знаете, вопрос, ну, ничего нового не скажу, вопрос очень хороший, потому что он актуален. На самом деле очень актуален, учитывая, что, наверное, опять будет действительно уместно про это поговорить, мы на самом деле являемся прямыми конкурентами супермаркетов, больших супермаркетов, которые сейчас, как мы знаем, в Риге уже в достатке и, тем не менее, еще в последнее время появился большой огромный супермаркет «Акрополис», и мы понимаем, что супермаркеты предлагают целую плеяду всяких возможностей. Там не только покупки, да? Абсолютно, абсолютно. Там можно провести время, там можно посмотреть кино, там можно покататься на коньках, там можно действительно провести время в каких-то игровых залах, там можно детей сдать в какую-то детскую комнату, чтобы… Машину припарковать. Машину припарковать, то есть куча, скажем так, всего чего, что, наверное, по отдельности очень тяжело предложить. И вот этот комплекс, он, конечно, выигрывает. И если мы сейчас возвращаемся к вашему вопросу про центральный рынок, то это должен быть неизбежно какой-то синтез, чего-то. Потому что если мы будем оставаться только принципиально рынком, я думаю, что мы обречены рано или поздно на неудачи. Да, сложно конкурировать, да? Абсолютно. Мы должны максимально предоставить тоже какой-то комплекс услуг, чтобы это было интересно тому же покупателю. То есть один значительный фактор – это фудкорт, который появился в прошлом году на центральном рынке. Он свою роль играет, но тем не менее, я думаю, что очень серьезно надо задуматься о том, чтобы действительно создать комплекс, не просто оставаться рынком, где можно купить клубнику или картошку. Это, наверное, не совсем то, что сейчас актуально для покупателей, для клиентов. Самое реальное, наверное, в данный момент действительно думать о каком-то комплексе каких-то услуг, о комплексе каких-то интересных вещей, которые бы привлекали людей. И здесь очень-очень важно сказать, что рынок сам, как муниципальное предприятие, это сделать один не может. Тут нам необходима помощь города, и действительно это в этом случае, наверное, будет какой-то позитивный сдвиг, если город действительно осознает полностью, что рынок действительно является рынком города, что это лицо города, что это, как мы знаем, по посещаемости третье место после памятника свободы и старой Риги, это третье место по посещаемости туристами в городе Риги. Но я думаю, что город должен действительно очень серьезно к этому вопросу подойти и помочь центральному рынку действительно создать, изменить, измениться, скажем так, в сторону более европейского рынка. Да, я знаю, что у вас была возможность посмотреть на рынки, может быть, других стран. Но есть что, в чем мы уступаем или наоборот мы в чем-то, так сказать, наоборот всех опережаем? Есть, в чем мы приезжаем, есть, в чем мы уступаем. Конечно, мы немножко, как мы и не скрывали, мы немножко нельзя придумать, очень тяжело придумать велосипеды заново, если его кто уже придумал. Мы действительно некоторое время назад сознательно поездили по некоторым рынкам Европы, чтобы посмотреть, что самое интересное и что самое такое перспективное они предлагают, чтобы это, может быть, перенять, может быть, просто подсмотреть, если так совсем уж честно, и чтобы это по возможности внедрить у нас. Чем мы выигрываем? Ну, наверное, тем, что все равно мы как были, так и остаемся самым большим рынком в пределах города в Европе. Тут больше нас действительно никого нет, и мы стабильные лидеры в этом. То, что это есть и плюс, и это есть и минус. То есть плюс – это то, что мы действительно имеем огромную территорию, минус – это то, что ее надо чем-то заполнять. В большинстве случаев рынки, европейские рынки, они значительно меньше, и они более компактные, и там более легко привести, скажем, какие-то проекты в жизнь. Мы действительно огромные, и это и наш плюс, и наш минус, потому что это надо чем-то заполнять. И практически, ну, то, что мысли, которая действительно нас не покидает уже пару добрых 2-3 года, это то, что мы действительно думаем, что надо создать какой-то культурный, возможно, культурный, возможно, спортивный. Однозначно, это общественный центр, который бы не совсем нес функции рынка, но он был бы абсолютно, скажем, там на самом рынке, и таким образом действительно создать эту конкуренцию торговым центрам. Привемся буквально на пару минут на рекламу, потом вернемся в студию, я вижу, что звонки, после перерыва будем их принимать. Да, еще раз добрый день, продолжаем работу в прямом эфире, представитель управления реческого центрального рынка, арт-эздору инексуна в студии. Вот несколько слов не могу вас не спросить по поводу видземского рынка, какие-то есть планы, не знаю, сдачи в долгосрочную аренду, что там будет происходить? Абсолютно конкретно, и дело уже, как бы, можно сказать, в процессе. То есть есть шанс? Очень надеемся. Проект действительно большой, вложения огромные, поэтому сказать, что будет легко найти инвестора, это, наверное, такой оптимизм, который, конечно, необходим, но он еще должен был быть чем-то, скажем, подтвержден. Сейчас не хочу, скажем, быть голословным или что-то раскрывать, но практически на данный момент мы понимаем, что есть, действительно, слава богу, есть интерес про этот проект, хочу напомнить, что еще год назад Рижская Дума приняла решение о специальных, скажем, специальных действиях Рижского центрального рынка по отношению видземского рынка. То есть мы все эти указания Рижской Думы выполнили, мы провели конкурс на разработку концепции развития этой территории, этот конкурс был проведен, выигравшая компания сделала эту концепцию, которая была одобрена на Рижской Думе, и в соответствии потом Рижская Дума дала нам добро объявить конкурс на долгосрочную аренду этой территории в соответствии вот с этим, этой разработанной концепции развития. И это все должно быть уже, прийти какой-то финишной прямой в марте месяца этого года, но могу с такой тоже глубокой искренней надеждой сказать, что есть интерес, интересуются инвесторы, то есть это не просто так пустой звук. Ну какое-то время займет годик-другой на полностью реконструкцию. Ну это, я думаю, даже немножко больше будет, поскольку это все все равно будут разрабатываться проекты. Но самое главное, что город не потеряет эту территорию. Это одно из условий, эта территория должна сохранить функцию рынка, статус рынка, и то, что там остальное будет делаться, это как бы просто как украшение и бизнес-площадка, но в самом основном принципе остается принцип, что это рынок. Возвращаясь к центральному рынку, что касается реконструкции, вот даже на которой, я так понимаю, предусмотрено было европейское финансирование вот этой территории рядом с рынком канала. Эта территория, к сожалению, ну не знаю, даже сейчас к счастью, к сожалению, эта территория является прилегающей к рынку, но сам проект осуществлялся Рижской Думы, это от истебос-департамент, и мы как бы являлись больше пассивными получателем и выгодой. То есть это не проект центрального рынка? Это не проект центрального рынка, это было, скажем, понятно, ну, наверное, не всем слушателям, но тем, которые были ближе к этим процессам, это было понятно, что это не наш проект, это мы просто являемся как бы заинтересованной стороной. Многие обратили внимание, могу вас не спросить на то, что вот там эскаватором сбрасывался песок в этот канал, я так понимаю, что это была такая вынужденная мера, может быть, не сказав об этом. Вы знаете, наверное, не совсем будет корректно, если я это буду комментировать, потому что работы по устранению аварийной ситуации на Рижском канале возле центрального рынка, это прямым образом договор между РИКС, ДОМС и по шуму департамент, и строителями. То есть, мы практически только предоставляем место для строителей, чтобы они могли поставить свою технику и проводить эти работы. Наверное, мои комментарии могут быть не совсем правдивыми, и я думаю, что это не совсем уместно. Наверное, лучше спросить у тех, которые действительно непосредственно этим занимаются и отвечают за этот вопрос. Вот если мы говорим вообще о центральном рынке, есть вообще муниципальные предприятия и структуры, которые, ну, скажем так, сами даже зарабатывают деньги, есть те, которые на дотации, так вот реально сложилось. Я так понимаю, что центральный рынок все-таки не на дотации. Это, наверное, важно надо сказать, да? Здесь вот такая ситуация, когда мы понимаем, что центральный рынок никогда не датировался, он всегда был бы сам... Самоокупаемый. Да, 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 именно так вы правильно сказали. Мы сами всегда зарабатывали эти деньги, и на эти деньги мы старались что-то ремонтировать или какие-то новые, новые, скажем, объекты создавать. Но в данный момент, ну, может быть, пользуясь случаями, должен сказать, что сейчас эта критическая масса уже достигла какого-то, ну, скажем, какой-то планочки в том понятии, что да, но рынок, мы понимаем, в этом году рынку будет 90 лет. Очень долгое годы, долгое время и долгие годы, ну, практически глобально деньги не вкладывались. Просто пользовались вот этими зданиями, пользуясь ангарами и глобальных каких-то, вот, скажем, вложений, чтобы, ну, каждое здание, каждая вещь имеет свой какой-то срок деятельности. Ну, оно... Ветеринок – это не только то, что мы видим, есть же еще склады и все скроют. Ну, абсолютное количество, подземный город, где, ну, скажем, холодильные камеры, коридоры, склады – это огромная территория. И, ну, это пока что, скажем, повседневный посетитель туда обычно не заходит, он это не видит, но это действительно огромная территория, которую необходимо содержать, и это довольно большие затраты. И сейчас, наверное, пришло то время, когда, ну, наверное, посмотрим, чем закончатся политические веяния в Думе, но мы в любом случае будем писать и обращаться к городу за помощью, потому что теми средствами, которые мы зарабатываем, полноценно действительно содержать это все очень тяжело. А требуются уже инвестиции, да? Ну, как мы уже только что сказали, 90 лет. И большинство из зданий, ну, они глобально не ремонтировались, они не реновировались, они просто, ну, где-то подлатали, где-то там подкрасили. То есть, ну, это... Видимые холодильники надо все... Ну, все надо делать. И то, что вы упомянули, этот проект, который был запланирован, но которого, ну, как бы приостановили, он под собой подразумевал и какую-то часть этих наших погребов, нашего подземного городка ремонт, и в связи с тем, что этот проект приостановлен, то есть мы понимаем, что и эти вот вложения, которые мы очень надеялись получить от города, мы тоже не получим, значит, этот опять же ложится на наши плечи, что далеко непросто. Да, давайте примем звонки. 612-939, телефон прямого эфира, да, есть звонок. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я строителей могу прокомментировать в случае с эскаватором. Что меня больше всего поразило, это когда мэр города стоит и вот всей общественности в наглую врет, и все строители и все инспектора почему-то молчат. На самом деле там было же совершено преступление экологическое, то есть стоит 15-кубовый контейнер, в нем не хватило места, и эскаватору стихаря просто выкидывает мусор. Это реально бытовой мусор для вывезения, который был предназначен. Теперь смотрите, они закинули мусор вместо того, что заложено в проекте. То есть это воровство прямое. Представляете, вот в проекте заложено, например, щебень фракций там 20-45, а его заполнили мусором. Значит, кто-то же не довез этот необходимый материал, значит, это фактически обворовали нас, украли. Спасибо большое, извините, если вынуждены вас прервать, но тут на самом деле руководитель рынка ничего прокомментировать не может, не проект этот центрального рынка. Ну, действительно, тут я еще раз должен повторить, я согласен, если это действительно так, то это надо требовать какие-то пояснения, надо понимать, кто за это отвечает. Но это действительно правда, мы не являемся ни одной из сторон, заключивший договор. Это является Рижский город, который заключал договор по строительной кампании, которая приводит в порядок вот эту аварийную ситуацию на Рижском канале. Мы практически можем вместе с вами просто ужаснуться этому, но как-то тут, наверное, я не совсем компетенциен ответить. Я могу свое мнение, скажем, гражданина выразить, я с вами абсолютно согласен, это неправильно как минимум, чтобы не сказать другими словами, но на данный этапе я, наверное, не могу компетентно вам ответить, почему и как. Да, вот тоже тема, которая постоянно, естественно, обсуждается, и в средствах массовой информации, это вот нелегальная торговля сигаретами. Насколько я понимаю, тут, наверное, комплексная проблема годами, десятилетиями, которая не решается, потому что, по-моему, вы тоже сказали в очередной раз, когда вот поймали этих торговцев, рейд был в полиции, вы рассказали, что как-то эти сигареты на рынок-то попадают, рынок, я так понимаю, это конечный маршрут. Ну, тут мы идем по кругу, я думаю, мы действительно об этом говорим, и вы совершенно правильно заметили, что я не один раз уже в прессе говорил, что давайте не бороться с последствиями, а бороться, как это вообще происходит, потому что… Как они перешли через границу, да, попались? Ну, вот, допустим, сейчас абсолютно элементарный пример, вот мы с вами решили, что мы будем заниматься нелегальным бизнесом, и каким-то там путем получили вот эти сигареты, допустим. Ну, куда мы с вами поедем их торговать? Где-то, не знаю, в Мэш-70, в Кенгераксе, за углом, где проходит там пять человек в час, ну, какая наша надежда что-то продать? Ну, логично, что они будут продавать там себе самый большой поток народа. И где же люди тоже знают, что они могут там это купить? Ну, конечно, это годами уже работает эта схема, и я бы задал другой вопрос. У меня сейчас действительно огромная надежда на то, что будет ужесточен закон и будут приняты, ну, какие-то определенные меры об ответственности за торговлю, за покупку, потому что, ну, сейчас мы боремся действительно с ветряной мельницей. Мы уже не первый год, мы действительно с теми силами, которые у нас есть, мы действительно боремся постоянно. Мы сдаем найденные, потому что торговцы, ну, тут нечего скрывать, они при себе их не держат. Они их куда-то там стараются запрятать где-то за киосками, и наша охрана, которая в видеонаблюдении это смотрит, они идут, и это сигареты, оказывается… То есть, видеонаблюдение тоже есть, да? Ну, конечно, у нас очень хорошего уровня видеонаблюдения, и мы просто, еще раз, наверное, не лишне напомнить, что якшая здравоохранительность, это наша внутренняя служба охраны, она имеет очень ограниченные возможности, и у них вот… Это не полиция, что будет? Это не полиция, мы не можем сделать то, что мы не можем сделать. Вы протокол оформлять не можете? Абсолютно нет. Мы… Единственное, что мы можем сделать, мы можем при факте продажи, если нам удается задержать этого продавца в момент продажи, мы его можем задержать до приезда полиции. Это все, что мы можем делать. Но это еще надо в тот момент доказать, потому что даже если видеокамера зафиксирует, момент продажи уже прошел, и мы уже… даже наша охрана подбегает, уже некого задерживать, потому что покупатель уже ушел, а у продавца уже ничего нет, кроме денег, которые не докажешь, что он только что получил. Но это довольно сложная такая проблема. Это же относится и к алкоголю нелегальному, да? Вы знаете, нелегальный алкоголь, ну, сейчас он гораздо меньше, на самом деле, по крайней мере, по нашим данным, основной бизнес, учитывая ответственность, юридическую ответственность за алкогольные напитки нелегальные и за сигареты, они немножко различаются, и поэтому акцент, конечно, делается на сигареты, и сейчас, после всего, всех действий, которые происходили в прошлом году, мы еще усилили нашу охрану, и на данный момент у нас даже на месте, вот, где была Гогольская площадь, она сейчас есть, но у нас сейчас в таком полу-полу-полу-полу снесенном состоянии, пост, который постоянно там находится, чтобы предотвратить продажу сигарет, но я не уверен, что это полностью удается. Конечно, это, очевидно, хороший бизнес, и люди стараются все равно каким-то образом торговать. Ну, фактически, в любом случае, это вопрос, наверное, комплексный, да, и должны, прежде всего, решать правоохранительные органы. Ну, вы абсолютно правы, мы с нашими силами, с нашими возможностями просто не способны с этим бороться, это вопрос, наверное, в государстве целом. Еще один звонок примем, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос юридический. Вот эти вот киоски, которые снесли, ведь у людей были заключены договора, ну, не все же там незаконные были, договора на аренду многолетние, какие-то условия расторжения договора, которые компенсацию рынок должен будет платить и так далее. То есть, о каких суммах идет речь убытков центрального рынка в случае подачи коллективного иска от владельцев внесенных ларьков против центрального рынка, который не предотвратил этот погром? Спасибо. Спасибо большое. Хороший вопрос, он, наверное, не такой простой, как был изначально задуман, поскольку рынок никому ничего не сдавал из этих торговых будок. Скажем так, тот исторический договор между фирмой Латгаласпрекшпилсад с Тирзнецей Беснамс и центральным рынком был заключен о территории. Все те постройки, которые были построены, были построены именно Тирзнецей Беснамс и Латгаласпрекшпилсад. То есть, это их юридические отношения между съемщиком вот этой территории, который построил эти будки и который эти будки кому-то сдавал. Это отношения между ними, а не между центральным рынком. Мы сдавали площадь для возможности построить и предоставлять дальше эти услуги. Учитывая то, что договор так или иначе был заключен до 31 декабря 2020 года, он по-любому расторгался бы в конце этого года. То, что вот эти события сподвигли, наверное, быстрее этот договор закончить, это, конечно, правда, но никаким образом не отражается на отношения конкретных торговцев к центральному рынку, потому что у нас прямых отношений с ними даже нет. Отношения были между ними и с Латгаласпрекшпилсад с Тирзнецей Беснамс. Это очень хороший момент. Я так понимаю, если мы сейчас говорим об основной территории иерархического центрального рынка, то сейчас, в принципе, торговцы арендуют вот эти места уже напрямую без посредников центральным рынком. Ну, практически, да. На данный момент у нас исторически складывалось так, что были такие договора, которые имели вот эти территории, которые кто-то снимал, а потом сдавал дальше съемщикам, на данный момент... Такие арендаторы, скажем так. Да, 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 ну, скажем так, на данный момент у нас один прецедент был в 2017 году, когда мы прервали договор, это было на окрытой территории, ну, должен отметить, что мы еще добрых два года судились по этому вопросу, суд выиграли, и это тоже было все, ну, в нашем понятии юридически правильное решение, и Латгаласпрекшпилс, с которым мы прервали этот договор, на самом деле тоже, я думаю, что это правильное решение, оно так и так бы и свершилось в конце этого года, и сейчас мы идем к тому, что все торговцы будут иметь прямые договора, ну, с центральным рынком, что по нашим понятиям более правильно. Ну, и пока не мере, да, зачем еще посредники, да, это... Ну, это было такое историческое наследие, с которым, скажем так, учитывая заключенные договоры, не так просто было сразу все разорвать, есть какие-то юридические нормы, но в ответ заданному вопросу, да, мы напрямик, я думаю, не будем иметь никаких, скажем, дополнительных затрат, потому что это отношение конкретной фирмы со своими арендаторами. Вот я так понимаю, что историческим, наверное, является и соглашение по поводу вот Максима, да, которое расположено в одном из павильонов. Да, это тоже очередное такое, скажем, неизбежное наследие, на которое мы не можем повлиять. Это в те далекие 90-е годы, даже не могу вам пояснить, как это, потому что не присутствовал, появились вот эти пристройки между зданием павильонов, их две. Две, да. На них, у них есть собственник, частный собственник, и договор земли заключен с городом до, если я правильно сейчас помню, до 2044 года. То есть мы, очевидно, никак не имеем, не имеем возможности повлиять на то, что там имеется Максима или не имеется Максима, потому что это частная собственность. Хотя пост на территории рынка находится. Конечно. Ну, какую-то арендную плату рынок получает. Ну, за землю. За землю. За землю, да. Ну, это, конечно, очень сравнительно мало, но за землю, да. Да, вот такой традицией стало, насколько я понимаю, проведение разных таких вот ярмарок, вот этот Ирзен, да, который... Гадотергия, да. Да, Тергия, вот Гадотергия. Вот насколько это действительно позволяет еще привлечь, может быть, тех посетителей, которые в обычном режиме, допустим, рынок не посещают. Это тоже как раз вот, ну, попытка так вот расширить круг посетителей, да, Центрального рынка. Ну, конечно, вы абсолютно правы. Мы уже... Этот год будет третий, когда мы действительно популяризируем эти мероприятия, и это определенная, ну, определенная программа. Мы понимаем, что таким образом мы можем привлечь дополнительных посетителей, скажем, если обычно это бывает в субботу, то, значит, это могут быть полноценно семьи с детьми, которые могут прийти на что-то посмотреть, что-то купить, заодно, наверное, и повеселиться, покушать. На самом деле, в этом году эта программа наша абсолютно будет продолжаться. Так же, как в прошлом году были очень удачны, мы считаем, что очень удачно прошли дни, литовские дни в Риге в конце мая, так и в этом году литовские дни Риги будут, ну, сто процентов уже, ну, наверное, сто процентов сказать нельзя, но на 98-99, что они будут, литовцы изъявили жанания, и сейчас идет такая уже, ну, чисто юридическая работа, чтобы они приехали к нам и торговали вот этот фикенд. Так же будет и земгал СДНС, и видзем СДНС, что является, ну, наверное, во-первых, это интересно и нашим, скажем, самим рижанам, посмотреть, насколько отличается продукция того или иного региона, как она, ну, скажем, как они могут ее продать, как они могут ее представить, как они, какое качество, но я думаю, что это все очень интересно, и, ну, конечно, что самое главное, как мы говорили, у нас в этом году 90-е лет, да, и, ну, это будет осенью, это будет в ноябре, как раз это совпадает и с днем рождения нашего государства, ну, там недельная разница, наверное, но, тем не менее, мы думаем, что мы придумаем какой-то хороший сюрприз рижанам и постараемся сделать этот месяц действительно таким ну, зрелищным, интересным. Ну, ближайшая, я так понимаю, видимо, пасхальная ярмарка будет, да? Абсолютно верно, да. Пасхальная ярмарка. Что уже можно приглашать. Можно смело. Я думаю, что уже очень скоро появятся рекламные ролики, которые будут извещать о том или ином событии на центральном рынке, но это, конечно, первая будет Пасха. Ну, и завершение, наверное, можно сказать, что, кстати, тоже такая новинка. Те, кто еще не слышал, действует информационный центр. Инфоцентр, я думаю, что может воспользоваться, получить всю информацию о работе рынка вообще. Да, я должен сейчас опять, наверное, правдиво сказать, что центральный рынок уже с 2010 года публично обещает, что он сделает инфоцентр. Ну, и, наверное, в прошлом году мы поняли, что… Пора, пора. Да, потому что обещать уже, ну, настолько понаобещали, что уже пора действительно вот эти обещания превратить в жизнь. И мы в прошлом году открыли этот инфоцентр, и он действительно… Ну, мы поняли, что это абсолютно правильное решение, он необходим, он необходим. Территория огромная, большая, не всегда понятно, куда сходить, что, где купить, и очень много вопросов, и там работают две девушки, которые перфектно ориентируются и… Кстати, иностранным туристам тоже на английском могут объяснить всё. Да-да-да, они общаются на английском, на русском, на латышском, одна из них на итальянском, то есть мы, ну, больше, наверное, сейчас не можем предложить, но вот этих четырёх языков абсолютно хватает, чтобы люди были довольны той информацией, которую они там получают. Да, спасибо большое. Спасибо.